Букмекерская контора. Раннее утро. Кассира на месте нет. И в голове этого молодого человека зреет преступный план. Все обдумав, парень не медлит. Заходит за стойку и совершает какие-то манипуляции в компьютере. Как выяснили полицейские, мужчина, находясь в помещении букмекерской конторы, воспользовался временным отсутствием кассира на рабочем месте. Зайдя за ограждение, где находился кассовый аппарат, злоумышленник с его помощью перевел 50 тысяч рублей на свою клубную карту. А по возвращении кассира обналичил денежные средства, выдав их за свой выигрыш. Для этого молодой человек разыграл целый спектакль. Вот он в приподнятом настроении скачет по конторе. Якобы радуется выигрышу. А вот кассир отсчитывает ему необходимую сумму. Работница букмекерской конторы вскоре поняла, что дебет с кредитом явно не сходится. Она просмотрела в компьютерной программе все ранее совершенные операции. Все поняла и позвонила в полицию. Девушка подробно описала клиента. Ориентировку передали всем патрульным экипажам. В одном из микрорайонов Зеленограда подозреваемый был замечен и задержан. Стражи порядка выяснили, что парень причастен еще к одному преступлению. Днем ранее он ограбил ювелирный магазин. И там тоже разыграл целый спектакль. Вот молодой человек в крайнем возбуждении ходит из страны в сторону. В руках держит пятитысячную купюру и банковскую карту. Видимо, чтобы продавцы поверили в его намерение что-то купить. Он приходил два раза. Первый раз он приходил днем, что присмотрел. Наметил себе, видимо, самую тяжеловесную изделие. Потом он смотрел очень много, очень долго. Очень расположился к себе, много что рассказывал. Женщина достает массивную золотую цепочку. Злоумышленник делает вид, что тщательно рассматривает ее. Вдруг он резко поворачивается и быстро уходит. Все происходит так стремительно, что работницы магазина не сразу спохватились. Когда бросились в догонку, посетителя и след простыл. 26-летнему нерассудимому жителю Зеленограда уже предъявлены обвинения в грабеже и мошенничестве. Марсель Нургатин, Петровка, 38.